да да можно да да как самочувствие да нормально вроде что делали смысле что делал жил с кем живете один один хорошо гуляете где-то ну как обычно где в парке рядом с домом парк победы много там людей гуляет не знаю как не знаете но вы же ходите гуляете гуляю но не знаю обычные прохожие я ни с кем особо не знакомлюсь особо нет что значит ну так может привет говорю иногда привет и все ну привет и все конечно мы же не знакомы а если вы встретите знакомого человека которого вы уже видели вчера вы уже уже знакомы ну тоже привет говорим и что-то еще да ну просто привет а он что доктор я не понимаю к чему вы клоните в этом долго вообще процедура так процедура лица около часа около часа но дело в том что мне нужно задать вам несколько вопросов вы как бы не нервничайте спокойно себя ведите все нормально никто вас никуда не не забирает пока еще правильно ну да почему все время смотрите то туда то сюда ну не знаю не комфортно честно говоря комфортно а вот вот так вот допустим вам как как комфортно вот комфортно ну как то не очень просто знаете сидел сидел жил обычной жизнью вдруг эта повестка и то что показывают по телевизору в нашей стране как-то все это не очень приятно раньше же никого не трогали что вдруг началось проверка какая-то проверка за проверкой ну вам уже 18 лет до мне сорок вам сорок лет но это это уже третья проверка почему вот на первые две проверки когда не явились ну потому что не было обязательно так даже в тюрьму за это не сажали ну смысле конечно не сажали но вы должны были обязаны были 18 лет в 30 лет и в 40 лет вот сейчас только вы пришли что вы делали все эти 40 лет вы жили один ходили по парку ну да может быть вы тот самый как раз тот самый кто ну вы же знаете кто да не знаю я как не знаете грей грей знаете же вы грей 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 я не знаю никаких грей у меня среди друзей грей нет нету грей а среди родственников да нет у меня все обычные люди все на расстоянии привет привет там грей и вы не знаете об этом ну знаете так можно кого угодно в чем угодно обвинить ну согласен а что эти грей такого сделали плохого почему такая вдруг на них травля но в смысле представляете собирается толпа людей где-то там скрываются они в своем бунгало бункере скрываются и начинают друг друга греть обниматься гладить друг друга играться радоваться еще и получать удовольствие какое кощунство получать удовольствие хоть понимаете это или нет грей да и всех надо пересажать а что плохого в том чтобы обнимать вы хотите сказать что в этом ничего плохого нет нет я не говорю я не утверждаю что в этом ничего плохого нет я просто пытаюсь понять что плохого ведь раньше же вроде можно было не точно конечно тоже можно было загреметь но чтобы вот настолько да на 10 лет еще и плюс добавляют всякие различные лекарства наша страна хорошо работает с этим с грейми а почему вдруг что чем они мешают но радуются и радуются что плохого за как они еще не мешают люди радуются люди получают удовольствие от того что прикасаются друг другу вот такой вот вот такой вообще возможно вот такой возможно вы сами своей головой думаете вот я вас коснулся в самом начале помните да проверял вас вашу нет ну меня воспитали у нас уже антигрейская пропаганда была когда я родился меня родители никогда не гладили и не целовали но иногда знаете сны всякие снятся ну женщина 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 такая добрая женщина она подходит ко мне тянет ко мне руки как будто хочет меня обнять а потом я всегда просыпаюсь интересный сон фактически фактически этот сон у многих я вам часто скажу я сам не знаю у меня тоже так есть не бывает но это всего лишь сон доктор это значит что вы тоже из этих нет это ничего не значит то есть сны можно? в снах ну делать что хотите в снах но в снах что значит все хотите вы же все равно просыпаетесь в самый-самый-самый-самый-самый-самый ключевой момент вы просыпаетесь а на тебя не вдруг вы просыпаетесь вы как бы понимаете что надо запретить себе это вы просыпаетесь понимаете? понимаете? это нормально а вот если бы вы тоже начали эти люди и не дай бог коснулись бы все доктор тут уже нужно принимать меры не значит что вы греем стали и это не значит тут уже надо принимать меры какие меры? уколечки различные по успокоению вашей психики потому что психика у вас не у вас не у вас я просто говорю понимаете да? греев много на самом деле в нашей стране много очень много что с ними делать я пока не знаю в смысле но делают же говорят же разработали какие-то препараты нет я имею ввиду разработали препараты это понятно как-то лечат отрезают что-то да отрезают что-то это все понятно а что отрезают доктор вот это очень страшно вы боитесь что вам отрежут эту? нет я просто не знаю что отрезают вот в журналах иногда попадается в газетах поймали очередного грея и отрезали не отрезают а вырезают правильное сказать есть в мозгу такая вещь в мозгу вскрывают мозг аккуратненько вот так вот пилой ничего в этом страшного нету просто пила работает раз вскрывают мозг так делают арендарез так делают арендарез и потом вот это вот выковыривают и там открывается мозг и несколько разных вот ответвлений от мозга и вырезают просто то что отличает за радость вот это все понимаете ну я не буду вам подробно рассказывать что именно как вырезают это все понятно это врачи знают ну просто вот маленькое ответвление мозга отрезают вырезают и человек почему плохо друг друга трогать и радоваться понимаете одно время в нашей стране было очень много войн ну история так гласит что было очень много войн и вот одна война прошла после этого люди начали ну то есть война прошла там же была горесть была были неприятности горести а люди как бы этого не понимали они продолжали радоваться то есть вот война прошла и потом раз какое-то поколение прошло и опять люди начинали радоваться потом опять потом опять и это вело это вело вот эта радость Вот эта радость вела к, как вам сказать? К беззаботности, я статью читал. Да, к беззаботности, и вот люди перестали ценить. Перестали ждать беды. Перестали ждать беды, да. А беда-то есть, беда-то есть. И как только радость убрали, у нас уже сколько? Уже 150 лет, то есть получается почти три поколения. Уже три поколения фактически без бед. Доктор, а разве хорошо, что мы все время к войне готовимся? Ну смотрите, как раз войны-то уже нет. Вы заметили, что войны нет? Войны нет, но получается, что мы все время только говорим о войне, пишем о войне. Все про войну, да про войну. Это просто еще одно напоминание. Лучше напоминать о войне, чем война в принципе, понимаете? То есть мы как бы пишем, но не мы, а... Кто-как, вы не подумайте, я не критикую, конечно, но мне кажется, что жить в состоянии войны, это почти как война. Но это лучше, чем война, согласитесь? Ну лучше. То есть вы уверены, что если радоваться, то опять война начнется? Если радоваться, то определенная война. Потому что опять начинается зависть, опять начинается то не так, это не так. Все, начинается стычка, один на одного пошел, все, и война опять. Понимаете, война... Это... Это плохо. Поэтому грей это плохо. Я вам говорю, грей это плохо. Доктор, ну хорошо, а я могу идти? Вы меня проверили, я не грею. Да, еще одна проверка есть. Давайте. Это последняя проверка. Угу. Вы готовы? Ну, наверное. Спасибо, доктор. Спасибо же. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok